Исследователь о духовном аспекте человека Итак, давненько я здесь не выступал Вот смотрите, в своих выступлениях я показывал Как проверить то, что я говорю И в принципе не касался самого вопроса А кто мы такие? Но поскольку проверяющих Чтобы я вот так не просто определение давал Чтобы люди реально сами это дело на практике проверили Ну, мягко говоря, мало оказалось То есть единственный человек, который решил это все проверить Вот как раз Дамир И вот как бы моя видение было что ли Чтобы мы здесь не создавали ничто То, чего на самом деле не существует А реально работали с собственным подсознанием Реально добивались успехов И реально убирали те вещи Которые, ну, мягко говоря, сейчас я вам их покажу И вы увидите, ну, очень и очень нелесоприятно То, что удалось узнать Ах, кто же мы такие Вот практически все докладчики, когда начинают свой доклад Они вот это я В некий черный квадрат Выводят Абсолютно не имея понимания А что это такое И начинают дальше от него Чего-то фантазировать А вот если мы начнем Реально проверять Кто и что в середине там сидит То у нас сразу вот этих тем для фантазии Резко поубавится То есть Мы увидим А что же на самом деле здесь происходит Вот недавно было Ну ладно, я сейчас тогда Итак, смотрите Кто же такой человек Значит, это тот Кто отказался от ответственности за свои творения И решил не воспринимать Не воспроизводить Не пронизывать И не присутствовать в них Собственных творений Человек это тот Кто оказался от знаний Своей духовной природы То есть практически все докладчики И если даже каким-то образом Затрагивают духовный аспект Они его уже воспринимают И воспроизводят Как нечто материальное Это какая-то энергия Это какие-то вибрации Все То есть Человек отказался От своей духовной природы Он вообще не знает Уже что это такое Почему так произошло Вот я немножко хочу Об этом сказать Итак Термины, которые я В общем-то Я не буду Я не буду Ну в смысле Этот термин Мы оставляем Но что это такое Если мы теперь Без проверки Опять же Этого Вот этого подсознания Чтобы убедиться Что будем говорить То каждый здесь придумает Что попало По этому поводу И опять уже У них личность Это нечто материальное Тут уже говорили Про какие-то там матрицы Ну в общем Чего хочешь Но То что реально Каждый сегодня Молит пойти Проверить Личность Это совокупность Индивидуальностей Первое И их вселенной Потому что Когда мы заглядываем В духовный мир То эта вселенная Ничуть не меньше По размеру Чем вселенная Физическая Которую мы видим Это очень Очень Играцкий Объем Материала Невероятно Большой И вот Значит Совокупность Индивидуальностей Индивидуальностей Совокупность Форм Мотивированной Точкой Насчет того Что вот Личность Это совокупность Индивидуальностей Мы это не видим В себе Потому что Есть еще Некий центр Который контролирует И мы ведем Как единое целое Но если Пойти в психушку Мы увидим Когда человек Вот эти Индивидуальности Ведут себя Абсолютно Отдельно И вот Если мы будем С вами Только говорить Но ничего Не делать Мы Довольно Скоро И сами Проверим На себе Вот эти Эффекты Когда индивидуальности Начнут вести себя Абсолютно Самостоятельно Итак Значит Все что здесь Говорили Про вот эти Тела По большому Счету Вот Это формы Да Значит Форма Это способ Проявления Существления И существования Точки в игре И теперь То что говорит Я Итак Это точка Значит Точка Это Единичное Количество Осознания Которому Придано Назначение Свойства Качества А также Расчет на Реализацию Назначения Основанные На свойствах И качествах Итак Точка Проявляется В игре Посредством Формы Значит Точка Без формы Находится Вне Бытие Поэтому Вот плохо Что сейчас Александр Иванович Убежал У него Точки Духи Договариваются Между собой Вне Бытие Как Когда Прийти Реинкарнировать Понимаете Эта штука Отправляется После того Как умирает И здесь Вот климов Среди нас Был Но сегодня Я его не вижу Вот у меня Не было Такого личного Опыта Когда я Как бы Клиническая Смерть У него было Довольно Длительно И вот он Очень красочно Рассказывает Как Вот эта Точка Теряет Вот эти Формы Ну формы В принципе Они материальные Только Это вот Так называемая Тонкая Материя Вот он Очень красочно Через это Прошел Да Я вот прошел Через то Что я с тела Вылетел Могу вам это Описать А вот он Рассказывает Как было При клинической Смерти Вот Теперь Смотрите Все что мы Хорошо изучили Более менее Это тело Но Тело Само по себе Или Само по себе Является Формой Существования Со своими Свойствами Качествами Функциями Назначения Жизненность Телу Придает Другие Точки Мы Не Придаем Жизненность Этому Телу Мы Как бы Жители Этого Тела Да И вот Эти Точки Как оказалось Они Настолько Маленькие Что Для того Чтобы Не только Не для того Конечно Это было Сделано Но Они объединены Вот Общие идеи И Вот это Явление Получило Многоточная Форма Существования Сознания Сознания Ну Она Получила Название Геэс Генетическая Сущность Когда ее Обнаружили Думали Что она Эволюционирует Что подтверждается Теория Эволюции Поэтому Как бы Исторически Такое Получилось Название Животных Вот этой Личности Уже нет Там Управляет Только Вот эта Многоточная Форма Существования Сознания И это Полуосознающая Сущность Полуосознающая Она Может Разговаривать Может с ней Это самое Но Она Не может Ставить цели У нее цель Запрограммирована Жестко Вот Животных Цель запрограммирована На выживание И Что бы Вы ей Не делали Никуда Она Дальше Не разовьется Никуда Она Дальше Не продвинется Ну Сколько Людей Пытались Это Сделать Да Вот Александр Иванович Красивич Написывал Когда Некоторые Такие Смелые Пытались Своих Детей Вместе С Малышами Обезьян Врачи Дети Превращались В обезьян Но обезьяна Не превращалась В человека Там Нет Кому Превращаться А Ребенок Маленький Так себе Идет Только Потому Что Он Не создал Еще Форму Индивидуальность Еще Не создал И Для Того Чтобы Играть В Эту Игре Он Должен Это Создать Покуда Он Ведет Себя Вот Как Некий Так Несмыслен Вот Но Они Очень Хитрые Создавать Индивидуальность Это Все Так Некое Долго А Играть Хочется Тут же Поэтому Они Делают Заимствование Так Называем Вейланс То Есть Они Копируют Со Взрослых Ну Это Ближайших Родные Там Отец Мать Какие-то Братья Если Есть Намного Старше Там Сестры Вот И вот Эти Вейлансы В конечном Счете И Побудили То Что мы Вот Как бы Есть Некая Родовая Связь Потому что В каждого Из нас Вот такие Вейлансы Существуют Вот Но Я не об этом Сейчас Сейчас Вот смотрите Теперь Значит Вот Здесь все Говорят Об ответственности Но В нашем Нашей Культуре В нашем Социуме Ответственность Воспринимается Как Как Вина Когда Мы Говорим Об Ответственности У нас Даже Понятия Уже Нет Что Ответственность Это Причинность То Что Ты Сказал Ты Причина Тому Что Ты Сказал А Не Кто То Календарь Какой То Причина Того Что Произошло Понимаете Какие То Высшие Сущности Полные Отказ От Причинности А Это Первый Элемент Ответственности Нет Причинности Нет Ответственности Дальше Что Еще Три Элемента Там Значит Первое Второе Значит Это Предвидеть Последствия Своих Действий Понимаете Не Так Что Вот Болт Запустил Что Нибудь А Что Там Будет Я Это Не Мое Дело Я Ж Сказал Ничего Подумаешь А Что Да Я Ж Не Виноват Да И Третье Это Воспринимать То Что Ты Натворил Ну Вот В этом Плане Очень Характерные Дети Да Что Бо Они Сделали Это Не Я Оно Треть Треть Третья Третья Часть У них Полностью Отсутств Так Как И Первая Они Не Понимают Что Причина Вот И Эта Штука Она Не Восстановится Как Вот По Манувению Волшебной Павлович Это Очень Длительная Работа Чтобы Восстановить Вот Эту Ответственность Без Этого Все Что Мы Творим Я Сейчас Вам Вот Точка Которая Не Способна Осознавать Себя Без Какой Либо Формы Берет Форму Формы Существуют Значит Бытия Роль Здесь Практически Вообще Об этом Уже Не Говорится Ее Как Б Не Существует Уже То Настолько Низкая Высокая Деградация Что Понимания Этого Нет Дальше Значит Ну С телом Это Само Собой Дальше Это Само Серия Идентификаций Вот То Что Мы Здесь Слышали Фамилия Род Национальность Вот И Статус И Вот Это Всего Довольно Много Теперь Смотрите Вот Эти Тело Вот Эти Все Формы Про Которые Я Сказал Они Населены Сущностями Ну По Большому Счету Это Формы Паразит Они Имеют Некую Форму Которая Очень Длительна У них Нет Согласия С правилами Этой Игры И они Могут Существовать Очень Длительное Время Но Вся Проблема Только В том Что Эти Все Сущности Максимум Что Может Быть Они Полу Осознающие И Вот Эти Полу Осознающие Сущности Сегодня Все Кто Здесь Разговаривает О высших Силах Их Принимают За Высшие Силы Вы Понимаете До чего Деградировал Человек Собственные Творения Которые Он Создал Он Принимает За Высшие Силы Безусловно Есть Очень Довольно Хорошие Малоточные Формы Существования Сознания Полусознающие Которые Даже Мы Называем Проводники Христианцы Это Называлось Ангел Хранитель И Эта Штука Будет Вам Говорить То Как Вы Это Представляете Да То есть Она Вам Будет Выдавать То Какие У вас Действительные Цели Они Декларируем Вот Одно Дело Мы Говорим А Другое Дело Вот Смотрите И Вот Такое Просто Гигантское Отожествление С гигантским Количеством Форм Не Дает Возможности Еще Осознающему Элементу Вот Этой Точке Пробудиться Поэтому Практически Все Что Здесь Есть Это Вот Как Такой Вот Ну Во сне Полу Это Самое Вот Так Мы Полу Такой Осознающий Полу Несознающий Что-то Мы Такое Говорим То есть Точку Очень сложно Пробудить Из-за Этого Здесь Все Построено На То Чтобы Точка Никогда Не Пробудилась Вот Вот Смотри Значит Точка Любая Точка Четыре Минуты Осталось Несет Себе Злонамерение Любая Других Нет И Вот Мы Реализуем Злонамерение Реализуя Это Самое Злонамерение Злонамерение Первичное Все остальные положительные Наши Цели Свойства Они вторичные И Злонамерение Если поместить Человека В соответствующую Среду Оно всегда Будет Рестимулировано Всегда Возникет резонанс Всегда Она будет Проявлена Поэтому Так себя Люди ведут Война 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 Уничтожение Значит Смотрите Итак Что такое Злонамерение Точка Постоянно Посылает Некие Такие Ну будем говорить Мыслеформы Которые Она поддерживает Собственной Энергией Отделяет С себя Частички Таким образом Уничтожая Других Она начинает Уничтожать Себя И вот Смотрите Фактически Точка Это жертва Значит Точка Уничтожает Себя Она Значит Точка И есть Жертва Абсолютно Совершенность Жертва Без какого Либо Представления О том Что может Быть Иначе Все Что Она Может Быть Это Приносить Себя В жертву Других Формы В которой Она Находится И Без Серьезного Работы Без Пробуждения Вот Мы будем В этом Кругу Бесконечно Крутиться Никуда В этом воплощении ты постарайся избавиться от тех, кого предал, так как не можешь жить с грузом вины перед ними, уничтожить их. Дальше, получается, реинкарнация, цепочка преступлений и попыток искупить свою вину. Прежде чем согласиться с реинкарнацией, ты должен согласиться с тем, что ничего искупить и исправить нельзя. Ты должен согласиться с тем, что каждое твое творение и проявление неизменны, и ты не можешь его рассоздать. Уничтожить собственное творение ты можешь только уничтожить себя вместе с ними. Вот, в реинкарнации всегда подводится к этому. И вот это принятие решений о самоуничтожении. Все точки, абсолютно все, приняли когда-то это решение. Уничтожить себя. Ну а дальше? Начинает эта точка, так сказать, жить. Ну, она же понимает, что она приняла решение уничтожить себя. Она принимает парадигму калача. Сейчас. Значит, что же я? Себя уничтожу, а не будут жить? Да не будет этого никогда. Да? И она принимает решение всячески обмануть, да? Как называется это, фабрики свободы. Весит лапшу на уши и говорит, идите за мной в небытие. Знаете, что творится? Поэтому, без проверки этих вещей, здесь никому никогда верить нельзя. Вы, ну как видно, натолкнетесь на эту фабрику свободы. Где будут вас вести в светлое будущее, уничтожая вас. Вот такая здесь круговая порога. Все в этом плане заедино. Понимаете, что здесь творится? Поэтому, вот что такое реинкарнация. Вот, Александр Иванович уже есть понятие того, что что-то там не так. Но он так и хочет. А есть там некие святые, белые, пушистые, которые все-таки развиваются. Нету там никого подобного. Ничего подобного там нет. Почему так произошло? Еще раз. Это еще раз. Чувства, еще раз. Это очень обманчивая штука. Ну, конечно. Ну, очень обманчивая штука. Посмотрите историю, посмотрите колокост. Посмотрите. Там тоже чувства были. Посмотрите, что люди делали. Посмотрите наши лагеря. В России они были. А? Да, пожалуйста. Кто? Скажите, пожалуйста. Там есть линические люди, обезьянные. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Отвели на вопрос. Вот это то, что на груди. Вот, например, да, да. Тоже на груди. У меня на груди вена наружу уходит. Прямо в середине, вот в этом месте. Тогда, что я должен именно, к чему я отношусь, и что это означает? Вот то, что я здесь рассказывал, это не имеет никакого отношения к тому, что вы говорите. Леническая сущность, может быть, чего-то серьезно отвечает? Может, я про это хочу рассказать? Нет. Леническая сущность отвечает только за жизнь тела. Абсолютно за жизнь тела. Питание, секс, разложение. Вот это ее функции. Да? Это абсолютно разные вещи. Абсолютно отдельные вещи. Вот даже в Александре Ивановиче было, что там два человека и я тоже... Позвольте, я скажу, я коротенько. Александр, можно? Вот... Пождаешь? Я сейчас... Небольшое дополнение. Вот то, что Николай Михайлович говорит, как постулаты, и он говорит огромное количество материалов, постулаты, 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 постулаты. Я действительно это проверяю. И не только я, еще у нас целый коллектив. Люди, которые это проверяли. Да, действительно, к сожалению, ну, с небольшими отклонениями, с небольшими уточнениями там, с точностью до... Ну, как бы вот у одного человека, а так случилось все другое, немножко иначе подтверждается. К сожалению, подтверждается. Вот то, что Николай Михайлович рассказывает... Для меня самого это сначала выглядело как дикость какая-то, как теория чудовищная. Я поэтому стал проверять. Меня это достало, я пришел, сказал, вот... А можно практику? Да. Может быть, вы где-то за столом вместе сидели? Вопрос задать можно. Да, у меня тоже один вопрос. Да. Может быть, за столом вместе сидели? Вопрос. Ну, главное, зачем мы вопросы задавали? Люди хотят что-то спрашивать, давай. Юрий, у меня вопрос вот такой. Ну, вот вы изложили, эта теория, она интересная. Это не теория. Нет. Это то, что проверено тысячекратно. Ну, погодите, тысячекратно вы на вопрос ответьте. Да, пожалуйста. А где доказательства эффективности вашей теории, например, на вашем собственном примере? Что вы имеете в виду конкретно? А у вас, может быть, какие-то сверхспособности появились? Как вы можете доказать, что вот ваша система работает? Смотрите. Что она дает практической жизни? Смотрите. А пусть, пусть и я. Правильно. Допустим. Между истинной. Да. Что она дает практической жизни? Вот практически человек проверил, можно сейчас сказать. Избавление от депрессии, избавление от негатива, избавление от тяжести. Но дело в том, что это то же самое дают другие системы. Да. Но человек умирает. Если б же он не умирал, то Бог с ним. Они стали бессмертным. Правильно? Пусть их бессмертным понимают. Тело очень быстро умрет. Понимаете? Я другого не говорю. Но вот эта духовная часть, которая превратилась уже с точки, восстановилась до духовного существа, она действительно бессмертная. Да. А это и не отрицает. Да. Но при этом, не понимая, что это, вы ведете людей к тому, чтобы они полностью были унистованы. Во-первых, я понимаю, что это. Это, кстати, ваш доклад прослушал. Во-вторых, я никого не веду туда, куда вы говорите. Я когда говорю, вы, не конкретно. А люди, когда выступают, не проверив ничего, ведут за собой людей. Вот я знаю, как вас привести в небытие. Не кричите. Не кричите. Не кричите. Вот покуда я не убедился, что это так, я практически никому ничего не говорю. Да? Более того, я убедился, что не так печально, как кажется, как казалось мне в самом начале. Все дети, сто процентов, обладают способностью верить свой внутренний мир. Сто процентов, других нет. Это врачи она способна. Я на это потратил много времени, чтобы проверить. Это так. Понимаете? Поэтому сегодня, если мы с таким возможностью этим детям знать об этом, мы в течение одной жизни, как с интернетом получили, принципиально изменимом. Вот что это такое. Что такое внутренний мир? Так, друзья, в холуар холуаре. Все в холуар холуаре. Все в холуар холуаре.